Всем добрый вечер! У нас уже вечер, я сейчас занимаюсь вареньем. Я уже говорила в предыдущем видео, что я сварила варенье черничное, но пока еще не все. Сейчас моя задача это по кастрюле разложить по баночкам. Баночки я уже помыла, простерилизовала, все готово. Сейчас разложу и уберу на зиму под пол сразу, скорее всего. Сейчас покажу. Вот я вчера чуть больше пол кастрюли сварила. У меня еще целый тазик в холодильнике стоит, надо варить. Потому что у нас раньше я варила в тазике, но тазик, дно там немножко лопнуло и получается там дырочка. Поэтому надо купить новый тазик, чтобы варенье варить. Сейчас это разложу по баночкам и вам все покажу. Так, все, закатала, ребята, варенье. Получилось вот 2, 4, 6 баночек. Тут, по-моему, пол-литровые, они из-под пюрешки, которые нам Верочка привозила. Баночки очень хорошие, 460 грамм. Ну, тут до самого верха прям я заливала. И две больших, но это еще не все варенье я отварила. Тут в тарелочке ребятишки кушают. Осталось еще. И плюс еще сиропчик сделала. Ну, сейчас попить им морсик навела. Вот такие вот небольшие запасы отправляются в подпол. И да, ребята, вы просите показать все заготовки. Я вам покажу их зимой, когда я все заготовлю. Да, я сейчас не все заготовки показываю, которыми я делаю. Но зимой вы все увидите. Так что потерпите. Так, дорогие друзья, еще сейчас буду ставить варить варенье. Вон, наложила в кастрюлю. Вот, считайте, еще почти полная кастрюля. Видите, немножко не хватает до краев. Вот оно. И еще сварю варенье и тоже уберу в подпол. Потом уж показывать не буду, уж простите. Ребята, я сейчас делаю чай маленьким. Меня как-то спрашивали, Настя, как ты делаешь чай? Каждому в кружке отдельно? Нет, ребят, у меня есть вот такой чайничек. Он литра на два, наверное. И вот я в нем обычно делаю чай. Мне так для маленьких удобно. Мне на маленьких как раз его хватает. И по поводу сладости еще раз хочу ответить. Ну, больше не ответить, а рассказать, для чего я взяла, беру вот эти вот вообще сладости. У меня ребята по дому что-нибудь делают. И я им как поощрение даю вкусняшку. Прибрались, получите вкусняшку. Помыли посуду, получите вкусняшку. Мне кажется, это хорошая мотивация для того, чтобы что-то делать. Если кто-то со мной не согласен, то это пожалуйста. Что по поводу ремонта? Ремонт пока ничего не делается, потому что мы высушиваем брус. Нам хотя бы сказали неделю-полторы просушить брус. Поэтому ждем, когда начнем. Не знаю, нам в первую очередь надо брус менять, а потом уже окна вставлять. Но в первую очередь мы будем окно вставлять в нашем пристрое, потому что там уже не надо ничего не просушивать, ничего такого делать не надо. Там просто вставим окно и пользуемся им на здоровье. Я варю дальше варенье. Варенье у меня варится. Сварю, потом постараюсь показать вам. Что-то я к этой камере еще привыкнуть не могу к этому телефону. Я сейчас постоянно стала на него снимать. А на том работе, ну тот все уже надо в ремонт нести, отдавать его. Он даже уже Wi-Fi не может поймать. У меня дома Wi-Fi, потому что и он поймать его не может уже. Все, видать, в ремонт капитально надо. И по поводу нижнего белья мне писали, Настя, почему ты вешаешь дома его, а не на улице? Нижнее белье я всегда вешаю дома. На улице веточки могут упасть, а это все-таки прилежит ближе к телу. Маечки, плавочки всегда сохнут у меня дома. Или в пристрое. Но в пристрое тогда у меня получилось так, что все веревки были заняты, и поэтому я повесила их дома. Поэтому вот так вот. На некоторые вопросы на ваши еще ответила. Да, Тайсона проверила. Клещи у него я не нашла, по крайней мере. Но попозже еще буду смотреть, еще буду приглядываться. Может, он пока маленький, я его не заметила. Но тут будем надеяться, что ничего нету, и что все-таки это не клещ был. Чего вы тут бегаете? У меня совраски ничего не хотят. Да, Маша, вкусное варенье? Дети варенье поели, довольны. Ладно, буду варенье варить, потом вернусь к вам. Прочитала еще один комментарий, решила сразу ответить, почему у вас дети в шапочках. Ваня у нас вообще не... Он одевает кепки, но с трудом. Ему больше нравится, когда шапка натянута. И шапочки у них тоненькие были. Кепочку Марина оставляет обычно в садике, потому что утром мы идем, утром ветер, холодно, прохладно, поэтому я одеваю шапочку. А в кепочке они в садике в основном ходят. И вечером, когда мы идем домой, мы тоже одеваем шапочку. Потом дома она ее снимает, одевает домашнюю кепочку, которую во дворе она играет. Или обычно она ничего не одевает, так и бегает. Поэтому, надеюсь, на этот вопрос я вам тоже ответила. Погода у нас сейчас не очень теплая, прохладно. В кофтах сегодня уже весь день ходили, сегодня и дождик был, вообще как бы прохладно. Кепочка сегодня, Марина пошла обратно в кепочку, не стала оставлять ее там. Там у нее панамки, говорит, есть. Ну, решили так. Ладно, по мере возможности буду читать и отвечать на ваши вопросы. Уж извините, просто по-другому мне не получается никак. Да, дорогие друзья, хотела еще вот ответить. В каких соцсетях вы сидите? Я вам оставлю ссылочки на соцсети. Это в контактах, в одноклассниках и, конечно же, инстаграм. Раньше я редко заходила в инстаграм, но в последнее время стала туда чаще вылаживать фотографии, стала детей фоткать, чаще вылаживать, потому что, ну, так удобнее. Там в основном вылаживаю фотографии, поэтому, если кому-то интересно, ссылочки в описании. Проходите, подписывайтесь. Буду очень рада дружбе. Всем доброй ночи, дорогие друзья. У нас время уже час ночи, а то есть это час ноль один. Я жду, когда у меня постирается машинка, потом моюсь и лягу спать. Пока я жду, пока стирается машинка, я села повышевать. У меня вот здесь стоит станок, на котором я вышиваю. Сейчас я получше вам покажу, попозже. Я покажу, какой сюжет я вышиваю. Вот этот вот с Алиэкспресс. Помните, мне приходило? Если кто смотрит мой канал Влог Рукодельниц, то знает. У меня приходил этот набор с Алиэкспресс. Второй мой набор. И мне понравился. Первый я уже завершила. Вот этот вот, но еще не стирала. Сейчас я вам даже его покажу. Сейчас я вам даже его покажу. Вот такая вот у меня вышивка получилась. Но я ее еще не стирала. Постираю потом. Надо рамочку еще к ней подобрать. Бэк все я сделала. Осталось только постирать. Очень много ниточек осталось от этого набора. Так что вот как-то так. Вот так вот я коротаю свое время за вышивкой. Жду. У меня машинка должна постираться. Сейчас постирается. Развешиваю белье. И еще буду ставить машинку стирать. И вот таким вот образом. Сегодня смотрела. В Крепаре хотела лампу купить. Чтобы было удобно вышивать. Потому что у меня вот эта вот фикс прайсовская лампа. Она вообще я ничего по ней плохо вижу. И вот так в две руки я вышиваю обычно. По ночам. Многие говорят. Что тебе эта вышивка? Она ничего хорошего не дает. Ребят, меня вышивка успокаивает. Я первый раз начала вышивать. Знаете, когда? Когда я узнала, что у меня умерла мама. И вот после этого я стала вышивать. Ну, не сама. Мне женщина пришла знакомая. После того, как я узнала, что у меня умерла мама. Я сначала в депрессию упала. У меня тогда Ильюшенко был маленький. Я очень это переживала. И пришла знакомая ко мне с вышивкой. Ну, развлечь меня. И сидела, вышивала. Говорит, на, попробуй. Тебе понравится. И все. И я вот после этого начала вышивать. И правда, ребят, когда вот у меня на душе что-то неспокойное. Или просто хочется отдохнуть душой. Я сажусь за вышивку. Это самое то. Я как-то обещала показать вам готовые работы, какие у меня есть. Ну, в наличии готовые работы. Не те, которые раздал. Но я очень много раздаю. Видите, я вышила. Кому-то понравилось. Я тут же отдала. Они сами их оформляют. Без всяких, знаете, сожалений. Мне нравится больше процесс. Процесс того, что я успокаиваюсь. У меня спокойствие какое-то. У меня удовлетворение приходит. Вот нравится. У каждого свое хобби. Кто-то любит вязать. У меня вот знакомая здесь у нас на нефтяниках живет. Она хорошо вяжет. На любую вещь можете связать. Я и носочки у нее покупала. Я ей говорила. Открой, говорю, свой канал. И я тебе рекламу сделаю. На твой канал. Потому что она хорошо. Она может любой кардиган связать. Светырочки. Все что угодно она тебе свяжет. И качество будет хорошее. Но она пока не хочет. Я рукодельный канал завела. Но я туда редко видео снимаю. Ну, на вот сесть поснимать готовые вышивки. Тут у меня еще и Света завершила делать сумочку алмазную. Кто смотрит рукодельный канал, тот знает, что Света начала выкладывать алмазную мозаику на сумочке. И она ее завершила. Надо вот заснять все это, показать. Чтобы посмотрели, какая красота получилась. Я, наверное, завтра время будет, сделаю это. Обязательно. Потому что уже давно обещаю. А все что заснять никак не могу. И вот таким вот образом пока у меня машинка стирается. Надо дождаться еще минут 15-20. Она будет стираться. И вот дождаться, достать белье, развесить. И потом поставить следующую стирку. И потом можно уже ложиться спать. Ну, хотя это он вряд ли я лягу спать еще. Я обычно, если сяду за вышивку, ну, хотя бы часик-два я вышиваю. Но это в основном ночью, ребят. Днем я не вышиваю. Днем сейчас пока вообще никак. Зимой, да. Зимой я могу днем повышивать. А сейчас нет. Летом нет. Кольцо крутится постоянно. Неудобно. И вот так вот я сижу и вышиваю. Сейчас я вам покажу, какой у меня станок. Так, дорогие друзья, у меня вот так вот приспособлено. Вот такой вот станок. Он как бы делается, видите, очень просто. В любом положении я могу его сделать и вышивать. Вот столько вот я уже вышла. Вот этот вот край вышел. Вот здесь вот немножко вышел. Вот этот вот край. И сейчас вот это вот сегодня хочу все заполнить, чтобы вот этот вот низ полностью был у меня вышед. Получается. Видите, это китайская схема. По нанесенной конве удобно то, что мне не надо вот схема сама у нее. Да, мне не нужна эта схема. Я не смотрю на нее, потому что внизу здесь есть ключик. Весь ключик есть по рисунку и очень удобно. Вот сейчас как раз летом, а зимой потом уже можно будет по схеме вышивать другие вышивки, которые у меня есть. Я зимой буду завершать совушку. Это будет супер. Я знаю, что меня некоторые рукодельницы смотрят и спросят, где можно такой станок купить, на котором я сейчас вышиваю. Его можно купить у Аннушки в группе. Посмотрите там. У нее там большой выбор всяких станков. Всяких-всяких. Какие вам будут души угодно, вы сможете у нее заказать. Мне вот нравится. У меня вот один станок муж сделал. Рамку мне присылал подписчик мой. А второй станок вот я покупала в свое время у Аннушки. Очень удобно. Я его поставила, ногами прижала и сижу вышиваю. В две руки. Так, неудобно взяла. Две руки вот так вот потихонечку и вышивается. Одна снизу, другая сверху и быстро идет процесс. Да, у меня многие спрашивали, также вопрос задавали. Что мне нравится вышивать? Ребята, мне нравится вышивать цветы. Мне нравится вышивать животных. Мне нравится. Мне вообще все нравится. И детская тематика. Мне нравится вышивать. И много разных тематик. Ну, я никогда не буду вышивать это где смерть какая-то. Или что-нибудь вот такое вот страшное. Портреты мне не нравится вышивать. Вот некоторые вышивают портреты. Я не люблю портрет вышивать. Мне он не нравится. Но опять лица просто вот где-нибудь в картине лица. Мне нравится вышивать. А вот чистый портрет. Нет, это не мое. Я все хочу подушку вышить у меня в мечтах. Видите, вот что удобно. Вот, да, вот он станок. Я его раз загнула в любой. И изнанку к себе повернула. Я могу нитку закрутить. Мне вот это вот нравится в этом станке. И то, что он раз в любом положении открывается и делается. Ну, все. И теперь вот так вот повернула и поставила. И дальше вышивай. Я сейчас уже больше не буду, наверное, вышивать. Посмотрим. Что-то спина уже затекла. У меня и так спина болит. Сейчас пойду машинку проверю. Ниточки тут яркие. Смотрите, какие яркие ребята, ниточки. Вообще классные. Органайзер тоже с Алиэкспресс. Когда-то заказывал. Тут также смотрела ваше видео. Выпустила видео одно. За два дня сразу влог. Так что, ребята, вот такое вот у меня хобби. Мне оно нравится. Если кому-то не нравится, то у каждого свое хобби. Каждый что-то по-своему делает. Кто-то вяжет. Кто-то шьет. Кто-то вышивает. У меня подруга тоже вышивает. Но она больше любит вышивать бисером и гладью. И вот еще несколько подруг тоже, которые вышивают. Кто бисером, кто как. Некоторые вот через меня заказывают вышивки. Тоже так же через аннушку. Чтоб нам не платить пересылку. Мы группируемся и заказываем. И в других так же группах. Нынче вот мы заказ делали. Сейчас я вам один лайфхак покажу. Знаете, в чем прикол этого станька? Я его вот так вот сложила и убрала. И все. Видите, какой компактный. И убираю сюда. А пяльцы убираю в другое место. Вот такая вот у меня вторая работа моя с Алиэкспресс. Но мне понравилось. Вот на нанесенке я раньше не вышивала. В основном я всегда на чистой конве вышиваю. На 14, на 18 каунте. Не люблю равномерку. Вот вообще не люблю равномерку. Кто вышивал, тот поймет. Ну ладно, дорогие друзья. На этом я свое видео завершу. Всем скажу спокойной ночи. У кого день, всем желаю хорошего дня. Ну а я пойду развешу и белье. Смою из себя макияж. Да, многие меня ругают. Настя чаще. Красят. Ты забываешься. Да, ребят, я забываюсь. Ну и еще непривычно. Ну уж постепенно привыкнем. Ничего страшного. Всем пожелаю крепкого-крепкого здоровья. И всем пока-пока.